Потеря достоинства К скверным последствиям грехов относится и то, что они лишают человека его положения и достоинства и перед Аллахом, и перед людьми. Поистине самые достойные из творений перед Аллахом наиболее богобоязненные, а ближе всех к нему по своему положению наиболее покорные ему. Всевышний Аллах сказал, о люди, поистине мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный, поистине Аллах, знающий, ведущий. Сура комнаты, аят 13. То есть, о люди, поистине мы сотворили вас от одного отца, Адама, и от одной матери, Хаввы, и нет между вами превосходства в происхождении. И мы сделали вас разными народами и племенами, дабы вы знакомились друг с другом. И поистине самый достойный из вас перед Аллахом, самый богобоязненный. Поистине, Аллах знает богобоязненных, и ему известно о них все. Тафсир муясар. Таким образом, положение человека перед Аллахом определяется степенью его покорности ему. Ослушиваясь его и поступая наперекор его велениям, он роняет себя перед ним. И Аллах делает так, чтобы и сердца его рабов отдалились от него. А когда у людей не останется почтения к нему, и они начнут относиться к нему пренебрежительно, то и обращаться с ним они станут соответствующим образом. И он будет вести в их окружении тяжкую жизнь, редко поминаемой, не имеющей веса в обществе, лишенной авторитета и влияния. Положение такого человека скверно. Он лишен неприкосновенности, лишен радости. А из-за того, что он почти предан забвению и не имеет достойного положения и влияния, он снидаем всевозможными горестями, тревогами и печалями. И жизнь его безрадостна. Разве стоит наслаждение, полученное от греха, этой боли? Разумеется, нет. Но страсти опьяняют человека. К величайшим милостям Аллаха по отношению к человеку относится то, что он возвышает его поминание и его положение. Поэтому его пророкам и посланникам было даровано из этого то, что не было даровано другим. Как сказал Всевышний Аллах, «Помяни, о пророк, наших рабов Ибрахима, Исхака и Якуба, сильных в покорности ему и прозорливых в религии. Мы избрали их за то, что они искренне поминали последнюю обитель». Сура Сад, аяты 45-46. То есть мы даровали им особенную, добрую славу в этом мире. «Это и есть правдивая молва, о которой просил Ибрахим, мир ему, сказав, «Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях». Сура поэты, аят 84. «И Всевышний Аллах сказал о нем и о его сыновьях, «Мы одарили их из нашей милости и оставили о них возвышенную правдивую молву». Сура Марьям, аят 50. «И он сказал своему пророку, мир ему, «Разве мы не возвеличили твое поминание?» Сура Раскрытия, аят 4. «И последователям посланников достается доля этого в соответствии с их покорностью и следованием им. И всякий, кто противоречит им, упускает долю из этого, соответствующую своему противоречию и ослушанию». Лишение хвалы и почета К скверным последствиям грехов относится и то, что они лишают совершающего их великой хвалы и почета и приносят ему величайшее порицание и унижение. Они лишают его таких прекрасных эпитетов, как верующий, благочестивый, благодетель, богобоязненный, покорный, обращающийся, приближенный Аллаха, избегающий сомнительного, исправляющий, поклоняющийся, боящийся Аллаха, кающийся, благой, снискавший довольство Аллаха и так далее. И грехи приносят ему такие имена, как нечестивец, ослушник, противоречащий велениям Аллаха, творящий зло, портящий, скверный, навлекший на себя недовольство Аллаха, прелюбодей, вор, убийца, лжец, вероломный, мужеложец, предатель, порывающий родственные связи и так далее. Это имена, указывающие на нечестие, а скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. Сура комнаты, аят одиннадцатый. Это названия, которые навлекают на человека гнев судии, вводят его в огонь и приносят ему жизнь в позоре и унижении. А те названия приносят человеку довольство милостивого, помогают ему войти в рай и превозносят своего обладателя над другими творениями. Если бы единственным скверным последствием грехов было то, что из-за них человек заслуживает этих скверных прозвищ и их следствий, то любому разумному человеку было бы достаточно этого, чтобы воздержаться от них. И если бы не полагалось за покорность Аллаху никакой иной награды, кроме того, что она приносит человеку эти благие прозвища и их следствия, то любому разумному человеку было бы достаточно этого в качестве побуждения к ней. «Однако никто не удержит то, что даровал Аллах, и никто не дарует того, что он удержал, и никто не приблизит того, что он отдалил, и никто не отдалит того, что он приблизил. Никто не окажет предпочтение тому, кого унизил Аллах. Поистине, Аллах вершит, что пожелает». Сура Хадж, аят 18. Ущербность разума. К скверным последствиям грехов относится и то, что они делают разум человека неполноценным. Невозможно найти двух разумных, один из которых покорен Аллаху, а второй непокорен, без того, чтобы покорный из них был разумнее непокорного. Разум покорного обычно совершеннее, ход мыслей правильнее, мнение справедливее, и обычно его решения и суждения правильны. Именно поэтому мы видим, что Коран в своих обращениях затрагивает обладателей разума. Например, Всевышний Аллах сказал, «Бойтесь же меня, о обладающие разумом». Сура Корова, аят 197. И Всевышний Аллах сказал, «Бойтесь же Аллаха, о обладающие разумом, которые уверовали». Сура Запрещения, аят 10. И Всевышний Аллах сказал, «Однако поминают назидание, только обладающие разумом». Сура Корова, аят 269. Вот как толкуется полный текст этого аята в одном из тавсиров. «Аллах дарует правильность в словах и делах, кому пожелает из своих рабов. И кого Аллах облагодетельствовал подобным образом, тому он даровал великое благо. Но вспоминают об этом и извлекают из этого пользу только обладатели умов, озаренных светом Аллаха и его руководством». Тавсир Муясар. И подобных примеров можно привести очень много. Как может быть обладателем полноценного разума человек, ослушивающийся того, в чьей власть он находится и в чьем доме он живет, зная при этом, что он видит его и наблюдает за ним? Он ослушивается его у него на виду и использует дарованные им же милости для совершения неугодного ему, ежечасно навлекая на себя его гнев и проклятие, как будто добиваясь, чтобы он отдалил его от себя и прогнал его от врат своих, отвернулся от него, оставил его без помощи своей и предоставил его душе его и врагу его. Он стремится уронить себя в глазах его и лишить себя его довольства и любви и той радости, которую приносит близость к нему и обретение покровительства его, созерцание лика его вместе с его приближенными и многие другие проявления почета, ожидающего покорных ему. При этом он обрекает себя на многочисленные наказания, уготованные грешникам. Какой разум может быть у человека, который предпочитает кратковременное наслаждение, которое исчезнет словно сон, будто его и не было, вечному наслаждению и великому преуспеянию и даже более того, счастью в этом мире и в мире вечном? Если бы не разум, наличие которого у него служит доводом против него, его можно было бы приравнять к сумасшедшим. Скажу больше, бывают сумасшедшие, положение которых лучше положения такого человека и у которых более благоприятная судьба. Что же касается недостатка житейского разума, то не будь этот недостаток присущ очень многим, покорные ему увидели бы этот недостаток у ослушников, однако беда эта, увы, всеобщая, и сумасшествие имеет великое множество проявлений. Удивительно, будь рассудки здравыми, они бы знали, что наслаждение, радость и благая жизнь в довольстве того, в чьем довольстве все блаженство, тогда как вся боль и мучение в его недовольстве и гневе. В его довольстве, от рада очей, радость душ, жизнь сердец, блаженство духа, благая жизнь и наслаждение ею, наилучшее наслаждение. Это такое наслаждение, что все наслаждения мира этого никогда не сравнятся и с малой толикой его. Сердце, которому удастся обрести хотя бы малую долю этого наслаждения, никогда не согласится променять его на весь этот мир со всем, что в нем. Обладатель такого сердца использует свою долю в этом мире полнее, чем иные утопающие в роскоши, но его пользование своей скромной долей не омрачается теми тревогами, горестями, печалью и помехами, которыми омрачается пользование роскошествующих. Таким образом, этот человек обретает два наслаждения и при этом его ждут два других, еще более великих. Что же касается страданий, которые он при этом испытывает, то все обстоит так, как сказал Всевышний Аллах. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Сура женщины, аят 104. Нет божества, кроме Аллаха. Как ограничен разум того, кто продает молоко за навоз, мускус за блевотину, а пребывание с облагодетельствованными Аллахом из числа пророков, правдивейших, мучеников и праведников, за пребывание с теми, на ком гнев Аллаха и проклятие его, и кому он уготовал гиенну. И скверная эта обитель. Разрыв связи с Господом. К величайшим скверным последствиям грехов относится то, что они влекут за собой разрыв связи между человеком и Всевышним Господом. И когда это происходит, он лишается причин блага и обретает причины зла. А какое преуспеяние, какая надежда и какая жизнь может быть у того, кто лишился причин блага и разорвал свою связь со своим покровителем, без которого он не может обойтись и мгновения ока, и который незаменим и невозместим, и обрел причины зла и связался со своим злейшим врагом, в результате чего враг сделался его покровителем, тогда как истинный покровитель покинул его. Не знает душа, сколько в этом разрыве и в этом установлении связи разных страданий и мучений. Один из наших праведных предшественников сказал, «Я вижу, что раб Аллаха как будто брошен между Всевышним Аллахом и шайтаном, и если Аллах отвернется от него, то шайтан завладеет им, а если Аллах возьмет его под свое покровительство, то шайтан не сможет завладеть им». Мутарриф ибн Абдуллах ибн Аш-Шихир сказал, «Я обнаружил, что человек как будто брошен между всемогущим и великим Аллахом и шайтаном, и если Аллах знает, что в сердце его есть благо, он тянет его к себе, а если он знает, что блага в нем нет, то он предоставляет его душе его, а тот, кто предоставлен душе своей, пропащий». Привел Ахмад. Всевышний Аллах сказал, «Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом. Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они ваши враги? Плохая эта замена для несправедливых». Сура пещера, аят 50. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. «И напомни о том, что мы повелели ангелам пасть ниц перед Адамом, и повелели Иблису то, что повелели, и все ангелы пали ниц, и только Иблис, который был из числа джиннов, вышел из повиновения Господу своему и не стал совершать земной поклон из высокомерия и зависти. Так неужели вы, о люди, сделаете его и его потомков вашими помощниками, и будете покорными им и откажетесь от покорности мне, несмотря на то, что они ваши злейшие враги. Скверна покорность несправедливых шайтану вместо покорности милостивому». Тафсир Муясар. «Всевышний Аллах говорит своим рабам, «Я почтил вашего праотца, возвысил его положение и превознес его над другими, и велел всем ангелам пасть ниц перед ним, оказывая ему честь и почет таким образом. И они повиновались мне, и только враг мой и враг его отказался, и ослушался моего веления, и вышел из повиновения мне. Так как же можете вы после этого делать его и его потомство своими покровителями вместо меня? Вы подчиняетесь ему в ослушании меня и демонстрируете преданность ему в том, что противоречит моему довольству, а ведь он — ваш злейший враг. Вы демонстрируете преданность врагу моему, тогда как вам было велено относиться к нему враждебно». Всевышний Аллах сказал, «Вот мы сказали ангелам, поди тениц перед Адамом, в знак почтения к нему. Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился, и стал одним из неверующих». Сура Корова, аят 34. А ведь того, кто демонстрирует преданность врагам царя, царь приравнивает к ним. Поистине любовь и покорность не бывают полноценными без враждебного отношения к врагам того, кому подчиняются, и преданности его приближенным. Если же ты предан врагам царя, а затем начинаешь утверждать, что ты предан ему, то это невозможно. Это мы говорим в том случае, когда враг царя не является одновременно и нашим врагом тоже. А что говорить о том случае, когда он и для нас самый настоящий враг, и вражда между нами и им более лютая, чем вражда между овцой и волком? Как же может разумный человек быть преданным своему врагу и врагу своего единственного покровителя? Всевышний Аллах подчеркивает отвратительность подобной преданности, сказав, «Тогда как они являются вашими врагами». Он подчеркнул отвратительность этой преданности и в своих словах и ослушался воле своего Господа. «Очевидно, что его враждебное отношение к Господу и к нам является причиной для вражды с ним. Так откуда вдруг эта преданность? И что это за замена? Плохая эта замена для несправедливых?» Судя по всему, в этих словах содержится удивительно деликатный упрек, суть которого в следующем. «Поистине, я стал враждебно относиться к Иблису, поскольку он не пал ниц перед вашим праотцом Адамом вместе с ангелами. То есть, вражда эта ради вас, а вы дошли до того, что заключили с ним перемирие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова